Девушки отдыхают Дмитрий Аренин Чтобы зимой дороги были чистыми Важно, чтобы снег убирали из тротуаров, из дорог вовремя, чтобы была хорошая проходимость Как службы коммунально-дорожного хозяйства готовятся к зимнему сезону, увидела Вероника Гайнудинова Она прожила десятки жизней на сцене и одну свою, неповторимую Это была и Васька Черева, и Апипе, и все, что она с нами репетировала, мы представляли как татарское искусство за границей Народной артистке и великой балерине Нинель Юлтыеву установили мемориальную доску На торжественном мероприятии была и Альяха Рудинова Вернулись с золотом Казанский клуб «Крылья барца» одержал победу в всероссийском турнире по баскетболу на колясках Чтобы выиграть баскет, это очень надо много идти, я где-то шел к этому лет 10, например Подробнее в материале Сириной Васильевой С этого дня в Татарстане новый прокурор Коллективы сегодня представили Альберта Суергулова Последние 9 месяцев он работал заместителем прокурора Санкт-Петербурга На церемонию приехал Рустам Мениханов Как отметил Раист, Татарстан – опорный регион страны И во многом положительные результаты достигнуты благодаря совместной и плодотворной работе правоохранительных органов В том числе и прокуратуры Ранее республиканским ведомством 10 лет руководил Ильдус Нафиков Что известно о новом прокуроре Почему Альберт Суергулов предпочитает перепроверять отчеты госорганов И что его связывает с нашей республикой Дмитрий Аринин продолжит По указу Владимира Путина новым прокурором Татарстана на 5 лет назначен Альберт Суергулов На церемонию представления приехали заместитель генерального прокурора Анатолий Розинкин И раист республики Рустам Мениханов Он отметил, прокурор должен быть надежной защитой Пристальное внимание уделять правам граждан и бизнеса А также реализации национальных проектов и госпрограмм Хочу поблагодарить всех работников ведомства за труд, самоотдачу и профессионализм Уверен, как и прежде, прокуратура Татарстана будет и дали счастье И на высоком уровне выполнять возложенные на нее задачи Уважаемый Альберт Закевич, хочу пожелать вам всего наилучшего успеха на посту прокурора республики Татарстана Альберт Суергулов поблагодарил за оказанное доверие президента России и генерального прокурора страны И отметил, что Татарстан – регион с мощным экономическим потенциалом, историческим наследием и разнообразными традициями Судя по впечатляющим достижениям республики, ее население отличается трудолюбием, настойчивостью и стремлением к прогрессу Поэтому вижу своими задачами обеспечения верховенства закона, справедливости, взаимно уважительного отношения государства и общества Защиту прав и свобод каждого жителя Татарстана, а также эффективное отстаивание интересов государства Настроен на дружественное и профессиональное взаимодействие с вами, Рустам Наргалевич, и всеми должностными лицами органов власти и субъекта Альберту Суергулову 41 год. По нашей информации он татарин, родом из Башкортостана Для нашей республики это важная деталь его биографии К нам Альберт Суергулов переехал из Санкт-Петербурга Здесь получил два высших образования – техническое и юридическое Он окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и государственный университет Работал в районных прокуратурах города на Неве А последние 9 месяцев занимал пост заместителя прокурора Санкт-Петербурга Альберт Закевич – профессионал, эффективный руководитель Имеет богатый опыт работы, в особенности в области общенадзорной практики Сумевший разрешить важные государственные задачи в том регионе, где ранее проходила его служба Альберт Суергулов награжден именным оружием и медалью адмирал флота Советского Союза Горшков В минувшем году ему досрочно присвоен классный чин Старший советник юстиции Во время работы в Санкт-Петербурге Альберт Суергулов был гостем на местном телевидении Где рассказал о своих принципах работы Так при переходе на новое место он старается детально изучить, как говорят, ситуацию на земле Путем выхода на места проверок понимали, какая реальная ситуация на сегодняшний день обстоит Анализировались, сравнили с той информацией, которую нам дает орган государственной власти Общались с жителями, ну и по сути получилось у нас на сегодняшний день Какой-то слепок наиболее объективной информации, которую я считаю на сегодняшний день для нас Вот она более приемлема для дальнейшего построения нашей деятельности По его мнению, в своей работе прокуратура должна опираться на гражданское общество и рост его самосознания До тех пор, пока каждый из нас не будет заинтересован в решении этих проблем Прокуратура может сотнями возбуждать административные дела, уголовные дела Но если у нас менталитет и уровень правового сознания не будет у каждого человека расти То он так и останется, ситуация не изменится Согласен Иудус Нафиков, который 10 лет возглавлял прокуратуру Татарстана Указом президента России назначен на должность прокурора Мариел Его представили на прошлой неделе Дмитрий Аринин, Март Кусаинов, ТНВ, Казань Весь мир следит за ситуацией вокруг Палестины и Израильского конфликта На третий день она только обострается По предварительной информации, сейчас в Израиле находятся не более 100 российских туристов Сообщает штаб при Минэкономразвитии России В Госкомитете по туризму Татарстана заявили, что не обладают информацией о присутствии в Израиле путешественников из нашей республики Консульский отдел посольства России настоятельно рекомендует российским гражданам Особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания командования тыла Оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомлений официальных властей Для экстренной связи с госорганами действует телефон он на экранах Также Минэкономразвития России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль А туроператорам приостановить продвижение и реализацию туров в эту страну до нормализации обстановки По закону до поездки можно расторгнуть договор и вернуть ее полную стоимость Отметим, из-за аэропортов Татарстана прямых рейсов в Израиль не было Летали через Москву или Турцию Сейчас Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из нашей страны в Израиль А авиакомпании различных государств приостановили ряд рейсов Сегодня в Татарстане выпал первый снег Кружащиеся снежинки наблюдали на трассе Казань набережные Челны Кроме того, осадки выпали в Мамадыше и Елабуге Снегопад начался в 4 утра, после рассвета успел растаять По сообщению синоптиков, на этой неделе в республике температура продолжит снижаться В северных районах термометры будут показывать отметку ниже нуля Завтра в прогнозах снова мокрый снег Однако устойчивого покрова не ожидается Гидрометцентр в конце октября и вовсе обещает потепление Через неделю дорожные службы Казани перейдут на зимний режим работы Это значит, на улице начнут выводить зимнюю технику Сейчас она готова на 76% Остальные переоборудуют в зависимости от погодных условий Прошлая зима запомнилась резким перепадом температур Ледяным дождем и сильным гололедом Было много жалоб на несвоевременное принятие мер Какая работа над ошибками проведена в межсезонье И почему снегоуборочная техника этой зимой может встать Все подробности у Вероники Гвинодиновой Это столичный парк уборочной спецтехники Здесь машины проходят техобслуживание Переоборудуют с летнего сезона на зимний Ремонтируют агрегаты Службы коммунально-дорожного хозяйства Должны быть готовы в любой момент выйти на очистку Если водитель найдется Кадровый голод охватил автопредприятие Водителей КДМ не хватает Водителей механизаторов не хватает Зимой уже уборки, трактора все выходят И спецтехника, и реагенты, которые сыпят Маленькие тротуарные Маленькие трактора тротуарные тоже На каждую технику нужны по две смены По два водителя, считай Сегодня в коммунально-дорожном хозяйстве Трудятся 502 водителя, механизаторы И 533 дорожных рабочих Не хватает водителей снегоуборочной техники О сложности ситуации доложили мэру города Для работы всей техники Даже в одну смену не хватает 82 человека Средний возраст работников на предприятиях Составляет 50-54 года В настоящее время предприятие занимается Привлечением кадров Договоры с дорожестроительными организациями Объезжаются прилегающие сельские районы Для привлечения специалистов на зимний период Средняя зарплата дорожных рабочих Составляет порядка 35 тысяч рублей Водителей 50 тысяч рублей При этом со строительством дорог Срок территории уборки в этом году увеличилась на 500 тысяч квадратных метров И составляет теперь 22 миллиона Одна пятая часть это тротуары Пешеходным зонам уделить особое внимание поручил Эльсур Медшин Этой зимой планируют больше использовать мраморную крошку для предотвращения гололеда Закупят около 1000 тонн Кроме этого заготовят 76 тысяч тонн песко-соляной смеси и 21 тысяча тонн реагента Уборка тротуаров в преддверии нового зимнего сезона всегда больной вопрос Зависит он от погодных условий В прошлом году запомнился большим количеством перехода через ноль И количеством гололеда Все зависит от того, как будут работать управляющие компании И справляться наши подрядные организации В том числе и собственники зданий Прошлая зима запомнилась ледяными дождями и, как следствие, сильным гололедом Казанцы просят коммунально-дорожные службы в этом году оперативнее реагировать на изменения погоды и своевременно принимать меры Подскользнулся, упал и перелом бедра Вот так Ну гололед был тогда страшный Очищать и посыпать Сейчас есть такие химикаты, которые действительно, как в Москве, там более-менее в этом отношении лучше Скользко было очень В прошлом году колея была во дворах Невозможно было выехать Разъезжались ноги, падали мы часто в прошлом году Чтобы как-то оперативнее реагировали на изменения погоды Чтобы снег убирали из тротуаров, из дорог вовремя, чтобы была хорошая проходимость К зимнему сезону в Казани на улице Тецовская построили первую в городе площадку для складирования снега системы очистки талых вод Там есть ливневка и освещение К началу снегопадов планируют открыть новый снегоплавильный пункт на Портовой Вероника Гайнудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань В это воскресенье в стране отмечается День работников дорожного хозяйства Сегодня в Татарстан прибыл руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков Его принял премьер Алексей Песошин Сейчас в нашей республике реализуются несколько крупных дорожных проектов Скоростная трасса М12 с восток, М7, Волга, М5 и другие Глава Росавтодора знакомится, как идут работы Как он отметил, дорожная утрасль самая устойчивая И все задачи выполняются своевременно Также он поблагодарил Татарстан за динамику выполнения работ по национальным проектам Нацпроект на территории республики Татарстан Хочу сказать большое спасибо за то, что в таком формате на сегодняшний день Выглядит выполнение 92% кассы за 9 месяцев Громкие слова, но это невидимый успех В республике уже выпал первый снег А в Казани все еще не завершили работы по благоустройству дворов Так в самом центре столицы, во дворе на Бурхана-Шахиди До сих пор работают экскаваторы и грузовики Но не для ремонта территории, меняют теплосети Проблему на минувшей неделе озвучили Рустаму Маниханову По словам специалистов, дата завершения работ была до 11 октября Но уже понятно, сроки будут сорваны Почему до сих пор ремонт в самом разгаре, выяснял Рамиль Галюлин Вместо парковки перерыто асфальт Вместо детской площадки тяжелая техника Так сейчас выглядит двор на Бурхана-Шахиди По словам местных жителей, пейзаж за окнами изменился в сентябре Из-за работ по замене теплотрассы двор может стать единственным в республике Который не успеют благоустроить по специальной программе Так у нас двор был как с 70-х, наверное, 60-х годов Дети чисто по деревьям лазили, потому что больше делать было нечего Облезла одна качель была и все Дома не слышно Единственное то, что да, грязь, но думаю, потерпеть можно Проблему этого двора озвучили Рустаму Маниханову В минувшую субботу на совещании в Доме правительства Срок окончания работ по ордеру 11 октября Но завершения по факту не будет Тут, уважаемый Рустам Наргалич, есть риск идти либо в глубокую зиму по устройству И асфальта, и оборудованию, либо на следующий год по этому двору Согласно проекту, во дворе должны положить новый асфальт Поставить детскую площадку, установить освещение и сделать более вместительную парковку Как отметили в исполкоме, больше всего в обновлении нуждались коммунальные сети Это замена теплотрассы, замена канализации, замена кабельной линии электропередач Это очень большая, серьезная работа То есть это не перекладка там 20-метровых каких-то сетей водоканала А полная замена сетей во дворе То есть в ближайшие лет, образно лет 30-50 здесь никаких аварийных работ как бы случаться не будет Как отметили в институте развития городов, обустроенные сети будут подведены к новому жилому комплексу Который строится по соседству, застройщик Акбарсдом Здесь же объяснили, почему сорвали сроки такой востребованной у населения программы Когда Акбарсдом, застройщик, раскопал эту территорию Они выявили, что там есть сети с деревянной подложкой Которых вообще нигде не было, ни на каких-то посъемках И поэтому, собственно, и произошла такая задержка Потому что по изначальному проекту они должны были завершить до 25 июля Они раскопали, увидели все, что там происходит А там и РЖД кабеля, которых нигде не было И водопровод, который, авария случилась прямо тут же на месте И канализация на деревянных подложках Это же центр города Естественно, из-за этого работы задержались По словам строителей, работы по замене сетей планируют завершить до 25 октября Уже после этого будет принято решение Переносить благоустройство двора на следующий год Или провести в этом Во многом оно будет зависеть от погоды Рамиль Галюлин, Данил Филатов, ТНВ, Казань В Казани без тепла остается 1577 многоквартирных домов В работе находятся все ТЭЦ, котельные, тепловые комплексы В 70% жилых домов с центральным отоплением В 400 детских садах, школах и больницах отопление подключили Напомним, сезон в столице стартовал 5 октября За 4 дня казанцы оставили 4000 обращений в системе «Открытая Казань» Основные жалобы – отсутствие тепла в отдельных комнатах и стояках На пусконаладочные работы отводятся две недели Но из-за наступления холодов процесс планируют ускорить Сегодня ночью уже было всего плюс 2 градуса Управляющим организациям, учреждениям соцсферы Необходимо ускорить подключение объектов к отоплению Все обращения граждан по пуску тепла принимаются Горячими линиями комитета ЖКХ и администрации районов А также системой «Открытая Казань», где заработал специальный ресурс пуск тепла Это процесс всегда, который занимает время Не нужно нервничать, если кто-то на работе сказал, что у них уже тепло пустили А у них еще батареи, у кого-то батареи холодные У всех тепло будет в ближайшее время Мы продолжаем выпуск Съемочная группа программы «Семь дней» ТНВ вновь отправилась в командировку в зону СВО Это уже пятый выезд наших коллег Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова Они будут снимать репортажи о службе мобилизованных из нашей республики И вручении им государственных наград Также журналисты посетят подшефные города Лесичанско-рубежное Там сейчас восстанавливается мирная жизнь Идет подготовка к зиме Их репортажи можно будет увидеть в ближайших выпусках программы «Семь дней» Там мы встречаемся с представителями правительства, аппарата РАИСа Татарстана И вместе с ними уже поедем вручать государственные награды нашим мобилизованным Достаточно в этот раз много оборудования Взяли ноутбук, потому что хотим что-то сразу смонтировать с места И как бы сюда вам на новость отправить Пять месяцев строили М12 за свой счет Как подрядчика «Волгодорстроя» арестовали за аванс на миллиард Подробности дела, которое строитель считает политическим Читайте в интернет-газете «Реальное время» Русам Мениханов накануне встретился с эмиром Катара Шейхом Тамимом Бенхамадом Альтани Раис Татарстана отметил Сегодня товарооборот между Катаром и нашей республикой скромный Хотя есть много товаров, которые могли бы поставлять в страну Эмир Альтани сообщил В ближайшее время направит к нам делегацию Для изучения перспектив сотрудничества Также представительная группа бизнесменов Катара Приедет на Казан-форум в следующем году Шейх пригласил делегацию Татарстана С ответным визитом на экономический саммит в Дохе Сегодня в Казани открыли Мемориальную доску народной артистки РСФСР Татарстана и Башкортостана Балерине и хореографу Нинель Юлтыевой Ее установили на стене хореографического училища Здесь Нинель Даутовна проработала 16 лет Почтить память татарской балерины Пришли ее коллеги, ученики и последователи За время сценической карьеры Она перевоплощалась в разных героинь Татарских, русских, башкирских, европейских произведений Исполнила более 40 ведущих партий Воспоминания о тех, кто работал и учился Упримой балерины В репортаже Алии Харудиновой На памятной доске Она с высоко поднятой головой И безупречной осанкой В бронзе замерли 40 сценических образов Нинель Юлтыевой Готовая пожертвовать собой Девушка-птица Сюембике из Шурале Любящая природу Зайтенгуль Из журавлиной песни Гордая и неприступная дочь феодала Из постановки Лауренция Свободная уличная танцовщица и муза Из балета Дон Кихот Нинель Юлтыева окончила Ленинградское хореографическое училище Позже местную консерваторию Ее отца репрессировали И она чудом смогла поступить и окончить их С ее именем связана целая эпоха В истории татарского балета В Казань Нинель Даутовна Приехала в 1946 году По приглашению Назиба Жиганова Здесь она становится примой И сама ставит спектакли Мы видели каких-то спектаклей Ее танцующие Вы знаете, это, конечно, целая эпоха Эпоха в хореографическом искусстве Потому что она и прекрасной была танцовщицей Балерины, большой буквы Прекрасным педагогом была Хореографом Выступления в Канаде В Индии В Европе Она готовила с нами номера Вот И это была и Вальска Чарева И Апипе И все, что она с нами репетировала Мы представляли как татарское искусство За границей На сцене она была действительно неотразима Неотразима Она это знала Пользовалась этим Ну, как всякая женщина Пуанты прима-балерина Нина Ильюлтыева Сняла в 40 лет Но творить не перестала Она была наставником юных танцоров Ученики называли ее строгим и справедливым педагогом А Казанское хореографическое училище стало вторым домом Я не знаю человека такой эрудиции Она обожала и знала музыку Она знала хореографию Она до последнего уже практически не ходила Она звонила и говорила Включите канал культуры Там такой спектакль И вот ей все было безумно интересно Она была человек-энциклопедия Сегодня у мемориальной доски Нины Ильюлтыевой Юные балерины делают легкое па и кладут цветы Она добрая, мягкая такая дома Конечно, сложная судьба у них сложилась В семье в связи с репрессиями Но, однако, вот я, глядя на нее Я считал, что она очень счастливый человек, конечно Вот это большой мир балета Я, конечно же, изучаю судьбу своего героя Которого я леплю Вот, у нее сложная судьба С детства И как-то ей все вот давалось нелегко Но в то же время она стремилась очень ко многому Новое дыхание балету Нины Ильюлтыева дарила и за рубежом Работала в Египте и Венесуэле Прима-балерина ушла из жизни 9 лет назад Но память о ней хранят В хореографическом училище есть музейный уголок С ее сценическими костюмами и фотографиями А в зале, где преподавала Нина Ильдаутовна И сейчас готовит балерин к большой сцене Альеха Ирудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань К этой победе они шли долгих 12 лет Сегодня в Казань вернулись обладатели золотых медалей Всероссийского турнира баскетболистов-колясочников Крылья Барса уникальная команда Здесь тренируются люди с ограниченными возможностями здоровья Это не просто мужественно, а по-настоящему сильные духом ребята Про которых говорят они отличный пример тем, кто впадает в отчаяние Из-за простых будничных хлопот Как далось золото турнира, расскажет Сирина Васильева Поздравляем чемпионов! Поздравляем молодцы! Из зоны прилета выкатывается большая и дружная команда Это крылья Барса На груди каждого спортсмена золотая медаль Всероссийского турнира по баскетболу на колясках Кубок в руках у капитана Виктора Кайнова Эмоции, ну во-первых, мурашки у меня, когда выиграли Я эти эмоции передать словами не знаю За победу боролись шесть сильнейших команд баскетболистов-колясочников Из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Югры и Донецка Сначала наши ребята с огромным отрывом победили Легион Югру Потом Фалькон и хозяев площадки команду Шанс Захватывающим стал матч с 16-кратным чемпионом России Питерской командой Баски Готовились, у нас проводили сборы, усиленно тренировались, чтобы подготовиться к этому турниру Ребята сделали все то, о чем мы их просили, все у нас получилось И мы этой игрой очень довольны, это лучшая игра этого сезона Клуба «Крылья Барса» 12 лет Спортсмены с ограниченными возможностями не раз становились призерами многих турниров В 21-м выиграли первый круг чемпионата России В сентябре этого года стали серебряными призерами международного турнира Который проходил в Сербской Республике, Босния и Герцеговина Клуб поддерживает команду «Таиф», закупает спортивные коляски, оплачивает перелеты и поездки Практически полностью финансирование клуба лежит на плечах «Таифа» И они не отказывают нам помощи Ну наш спорт это дорогой удовольствие, дорогие коляски, дорогие запчасти Для нас это большая гордость, потому что данный турнир уже проводится не в первый год Всегда наша команда была в призерах, либо серебряные, либо бронзовые медали Но и наконец мы очень рады, что в этот раз завоевали золотые медали Впереди небольшой отдых и снова на тренировку Игроки начнут готовиться к чемпионату России, который пройдет в конце октября в Москве Это были новости Татарстана, еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале Далее прогноз погоды с Динаром Бодруддиновым, до встречи в 21.30 Здравствуйте, Исян Миссис, в студии Динар Бодруддинов Погода в Татарстане под воздействием холодного атмосферного фронта сильно изменилась Температура продолжает понижаться Подробнее через несколько секунд Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства По данным сервиса Яндекс.Погода в предстоящие сутки повсеместно пройдут дожди В Арске, Богатых Собах и Кукмаре облачно дожди Температура днем 4 градуса, ночью вовсе 1-2 градуса тепла В Апастово, Камском Устье и Кайбицах также облачно прогнозируются осадки Днем плюс 4-5, ночью 0-1 В Чистополе, Черемшане и Аксубаево днем также около 5 градусов, ночью от 0 до 2 градусов тепла Будет облачно и дождливо В Нижнекамске, Агрызе, Сарманово чуть теплее, днем до 6, ночью до 3 градусов тепла Здесь также повсеместно пройдут дожди В Альметьевске, Бавлахе, Лениногорске такая же картина Пасмурные дожди, днем воздух прогреется до 6 градусов Ночью температура составит от 1 до 3 градусов тепла Квартиры в жилом комплексе Город Парк Новые Горки В сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой Рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро Горки Подробная информация по телефону 2-677-677 Строительная компания Грань Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате Жилой комплекс Город Парк Новые Горки 2-677-677 Санчи – сокровище китайской медицины Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон Способствует устранению головных болей и хронической усталости Нормализует давление Санчи – источник долголетия Продается только в аптеках Фармленд Телефон для справок 8-92-72-36-71-75 Сайт санчи.рф В туристических городах нашей республики Также пасмурно, дождливо и холодно В Свияжске облачно ожидаются осадки 5 градусов днем и всего 1 градус ночью В Болгарии также прогнозируются осадки Днем 5 градусов, ночью 0 В Белабуге тоже самое Днем 5 градусов, ночью будет около 2 Здесь тоже дождливо В столице Татарстана в течение следующего дня Ожидаются обильные осадки Будет пасмурно Температура всего 5 градусов днем И около 2 градусов ночью Давление чуть ниже нормы 747 мм штутного столба Ветер западный, умеренный Влажность воздуха 83% Магнитное поле земли спокойное Это все о погоде Берегите себя Я с вами прощаюсь До встречи Кандидаре Газун и Шлоблсен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова